Евангелие от Морфея, 14 глава, 27. На Иисус тотчас заговорил с ними и сказал, ободритесь, это я не бойтесь. Когда была буря на море, Христос шел к ним. Строго священия изображается веном, а милосердие маслом. Так вот, горе у учеников было как море. Выхода никакого нет. Поговорка есть такая, кто на море в буре не губал, тот беды еще не видал. С десятиэтажный дом поднимается волка. И вот такой высокий корабль, наверху рубка, где ты стоишь у штурвала, и волны бьют самую рубку. Вся палуба, все заливается водой. А если холод начинает намерзать с одного бока, откуда бьет волна. И, наконец, корабль из дома тянет, и он опрокидывается. И вот в это время помощь ниоткуда ни один человек на земле не может оказать. Иногда походят рядом корабли, и на глазах кораблей все тонут. А вот если бы прозвучал этот голос, Иисус сказал, ободритесь, это я не бойтесь. И хотя бы вверх дном уже все было, Господь все поставит опять на ноги. Как мы в житие Иоанна Богослова читаем. Человека нет нескольких дней в море, упал, утонул. Он валился, и волна следующая выбросила, и стоит на палубе живой, невредимый. Это я, не бойтесь. Вот чего нам не хватает, ободрения. Иногда руки опускаются, несчастье за несчастьем. Самые близкие люди не понимают, мало кого враждуют, творят такости. Книга Судей, 20 глава, 22 стих. Народ ободрился, и опять стали в боевой порядок. Нужен всегда кто-то, который поведет вперед. Если командира убивают, то кто-то все равно ведет людей в атаку. Не все сразу соскакивают. Кто-то берет на себя командование. Господь восставляет вождей. И об этом надо молиться. Мы не знаем, что будет с нами. Ничего. А если даже думаем, что знаем, будет совсем не так. Вторая параллель по Минон, 15-8. Услышал Аса царь слова о деда пророка и обогрелся. Книги пророка о деда не сохранились, а они, видимо, были. Утаря руки опустились. Безнадежная обстановка. Но пророк сказал, я с тобою, Бог и Его, и все будет как должно. Вставать и больше работать. Ничего не прибавится, если работать не будешь. А работа бесполезна, если ты не умеешь молиться. Ты проси на все благословение. И как-то вот так делается. Даже не знаю. Я сегодня получил 21-й дом. Ведь это чудо и чудес. Каждая книга минимум 150 тысяч я должен вложить. Вы же понимаете, что это нереально. Я даже полторы тысячи у меня пенсии нет. В месяц. Если благополучно будет, неделю через две выйдет 20-й дом. В том. Какие там интервью, какие духовные беседы. Это все для будущего. Господь говорит, ободрите, не бойся. У меня ничего нет, я стою на раскрытии. Господь все делает. Внезапно появляются люди с дальней стороны. Присылают деньги. Переводят прямо на типографию. Если я все чудеса буду рассказывать, содрогнетесь. Уповай на Бога. Вторая паралипоменон 23.1. И ободрился Иодай, священник. И воцарил Иоаса, которому было 7 лет. И он 40 лет царствовал. Когда Гополия поубивала всех внучек своих, одного спрятала, сестра. И теперь его, священника, воцарил. Какой он был мужественный. Если священник обладает мужеством, труд будет благословенным. Не просто так выйти. Мы многим рисковали, начиная раповать за русский язык. На нас жалобы самые близкие люди в Синод писали. Это не просто так. Все, что мы здесь вводили, надписи, это все было под риском. Мы опять молились, и как нежный и тихий голос. Ободрись это от меня. Люди, которые знали, как обстановка была, они удивленно в интернете, я уже прочитал, говорят, как братьям Латкину удалось, епископа на свою сторону перебил. Он же противник русского языка был. Мы ничего не значили, ведь Бог. И епископ перед нами никогда не заискивал. Это дело Божье. Все, что у нас достигнуто, это благословение Господне. Первое Езре 10.4. Ободрись и действуй. Надо было начинать переселять народ, строить храм, строить стены, враги из-за каждого куста, а тут народ поженились на иностранках. Все наладилось. Снова моря почистился, храм отстроили, начали приносить жертву. Главное, чтобы у нас жертва не прекращалась. Духовная, конечно же. Сегодня люди ищут средства на постройку храмов. Я считаю, пока сил своих не хватает у людей, нет у людей, не надо храмов. Хотели строить, и вовремя остепенились. Как у мусульман. Они новую мечеть обязаны строить тогда, когда 10 человек окажутся за порогом, не могут войти, негде стоять. Все, решение принято. А у нас еще тут можно в 5 раз больше поставить. Деяние 27.20. Когда была буря на море плыли, апостол Павел говорит так. Убеждаю вас, ободритесь, ни одна душа из вас не погибнет, а только корабль. Бог открылся, Христос явился Павлу, и он людям сказал, люди были неверующие. А при чем ободрение? Они не ели, говорит, 14-й день, вы ничего не ели. Неверующих тоже нужно ободрять. Я прихожу в редакцию, мне говорят, видишь, что делают, коммунисты опять в власти придут. Я говорю, никогда больше они не придут. Этимент закончился. А сейчас они спрашивают, как вы знали? Да никак, я помолился, пришел, у меня на сердце положено. Никак. Когда голосуют, за кого-то не знаю, я встал на молитву, раз, утром, вечером, господи, только что мне коммунисты. Вот этого артиста Бог дал. Да ты за него молился? Нет, я не молился. Я не иду голосовать. Я просто доверяюсь Богу. Господи, мы коммунистов знаем, сильно плохо. Они Бога со всеми признают, храмы разрушают, священников расстреливают, над мощами, над ругами все. Я так не хочу их. Я понимаю, что люди голосовали. Мои знакомые в его штабе участвовали, но я участвовал дома, один в молитве. И вечером, и ночью встал, а утром говорят, коммунист не прошел, хотя надежды улового и не было. Как так Бог сделал? Вещность откроется. Ты слышишь, где-то неурядица какая? Поскорби. Не только за русский народ. Сколько разной беды. Я вас убеждаю, каждую ночь, днем молитесь за милицию. Молитесь за пожар, которые не спят и охраняют. Которые помогают им нормально жить. Везде оборотни, везде предатели есть. Но все-таки Господь хранит свой народ. Если этого не будет, милиция нам же и из дома не выйдет. Нас растащат сразу. Четвертый царь, 28-15. Он убеждает, это деяние апостола, 28-15. Вышли люди навстречу апостолу Павлу, встретили его, и Павел увидел их, возблагодарил Бога и ободрился. Странное дело. Простые люди, большинство из них с Павлом были не согласны, а его два с лишним года везли, ясно, что дух его был угнетен. И он увидел людей, понял, что он не один. Слово Христово уже проникло в царствующий град Рим. И он ободрился. Какой бы ты сильный ни был, нам нужна помощь. Самое маленькое. Сам не может, пошли ребенка. Утешение, слово, ободрение. И человек уже поднялся. Какой бы он ни был, слово ободрение, смотрите как, и он ободрился. Это же было и с Моисеем. Какой бы ты вершины ни достиг, в любой момент ты можешь потерять мужество духа. Послание Филиппийцам 1.14. Некоторые, видя, как Павла арестовали, ободрились узами моими и с большей смелостью, безбоязненно, начали благовествовать Слово Божие, проповедуя его. Я знаю, у Батистов было так. Арестовали одного, Николая его звать, попытали и убили. Я видел фотографии, в гробу он лежит, все тело, насквозь прокнутые руки. Враг-то думал напугать. А они это место стали везде считать. Нашего брата убили, а он нам кого боялся? Это нас еще никто не трогал-то. И они возбудили, и началось новое движение о защищении их секты. Вот как надо делать. Почему у нас так не было? Если где-то арестовали священника, община рассыпалась, никого нет, потому что не было утешения, поддержки, никто не сказал через Слово Божие. К нам приезжал священник, в стуле отец Иоанн. Мы с ним гуляли. И он говорит, хоронили Крючкова. Это ботист, их руководство за защищение их общины, общество, королевство. Он много сидел. И вот говорит, везли мимо нас и идут с плакатами. До конца сохранил Слово, оказался верен. Мне говорит, для того приятно. Вяжу второй плакат, и все из Библии, из Библии, из Библии. И он священник. И он все время говорит, ну почему у нас этого нет? Я говорит, их прямо в пример стало в проповеди. Значит, наши слова мимо не падают. Мы от отсюда должны брать добрый пример. Да, он, баскис, он не знает церковь. Но ему приятно послышать. Нам легче уже встречаться. Я ему могу показать сокровище наше у нас в церковь. У нас священство есть, у вас этого нет. Мы больше ничего не можем показать-то на сегодняшний день. Еще мы не сказали у них все, что у них есть. А мы скажем, а вы не церковь? Придите в церковь. И Бог силен это сделать. Вторая Макавитка 13-12. И ободрившись, они приказали им быть в готовности, в боевой порядок. И тогда разрешалось воевать. Я смотрю на это слово. Господь ученика в плывущем лодке сказал ободритесь. А нам просто живущим на земле, где он и как говорит ободритесь? Может быть, он нам и не говорит, Господь, мы сами по себе все делаем? Или он нас утешает? И вот я прохожу по Библии и смотрю, в какой обстановке и где он, Господь, в терпении. Даже про нас. Кающимся. Я могу каяться. И о славящем в терпении. Терпения не хватает. Настолько видишь вредный человек. А вот Господь тогда и говорит, мужайся, имей терпение. Он обращает и ободряет. Вторая Параме Паминон 35-2. И подставил он священников на местах их и ободрил их на служение в Доме Господнем. Сегодня угрозы нет. Сегодня в священство многие пролезли, которые на свягонение будут отсыпаться. У них ничего нет. Они даже Писание не знают. Но найдутся и такие герои обязательно, которые будут до конца стоять. Вот видите, народ вернулся из Израиля, а священники все боятся. И нашелся человек, ездил в священник, ободрил, подставил. Не бойтесь, с нами Господь Бог. И так получилось. Враги добились. Прекратилась стройка храма, наклялась еще. Следующий царь все данного он обновил. Ведь по законам-то нам вообще кажется и жить здесь невозможно было. Много, мало, а Бог знает. Мало, да мы поправиться еще не можем. Для большего мы не содрели. У нас все еще не прекращаются какие-то смуты, все, какое-то волнение. Господь готовится. Господь говорит, я, и несчастье твое я допустил. Вот буря на море, Иоанн 1,4. Когда он попал в другую сторону, не туда поехал. Господь послал в Неневию, а он попал в фарфу. Совершенно в другую сторону. Купил билет, залез в трюм, лег и спит. А когда спросили, кто, говорит, я чту Бога, а бегу от Бога. Пророк. Но Господь возник на море крепкий ветер, и взялась на море великая буря, и корабль готов был рождиться. А где утешение? Во шерии кита он нашел утешение. Тиной отпутало голову. И что интересно, человек как проглотит, бывает, финвал, у него глотка там, у кита-то узенькая, а вот его на лодке, говорит, можно заезжать. И через полтора часа только извлекли человек, уже весь изъеденный, кислотой. А этот молится, ничего с ним нет. Это чудо. На это чудо Господь указывает, как сын человеческий был три дня, и он был в очреве кита, так сын человеческий в очреве земли. И мы всегда будем думать, Господи, если ты слышал его там, услыши меня. Иногда обстановка такая, несчастье, горе, захватили и потопили, буквально как в очреве кита. Книга Исход 10-19. И возбегнул Господь весьма сильный ветер и понес саранчу и бросило Черное море. Чего же не поволен тому, чтобы Господь колорадского отожука вынес отсюда, да утопил в нашем болоте где-нибудь. Копали картошку нынче, на каждой картошке штук по 10 сидит. Ужас, я не видал такого, вся земля ебеденная. Чего-то у нас не хватает. А вот Господь прямо показывает чудо, ну что саранча, жук колорадский, ну какая разница Богу-то. И он и так так же умеет. Слово не бойтесь, Господь 52 раза в повелительном наклонении употребляет в Библию. Марк 4, 1 Маковецка 4,8. Не бойся множества их и не стремись, не страшитесь нападения от них. А кого бы то ни было, много. Да жуки могут съесть, вообще ничего не будет. Надо молиться. Я думаю, надо по агарам пройти, еще и осветить, может быть, крестным ходом. Что-то может Господь сделать. Потому что править, а не уменьшается, а увеличится. 3-е езре 10, 76. Не бойтесь и не сомневайтесь, ибо Вождь ваш Бог. Это же ко мне относится. А ты тебе сразу приватизируй это слово. Нет, это ко мне. Никогда не бояться. У нас есть и Вождь. В батюшке недостатки нашли, во мне гора и две горы, а Господь безгрешен. Послание Иеремии 1,14. Эти идолы не могли сами себя защитить, и отсюда познается, что они не бойтесь, и так, не бойтесь их. Христос священников ободрил, не бойтесь, я смотрю, где он ободряет, и когда на нас пугает, а вот там такая святая, никогда не бойтесь. Мы считаем, Стефан Пермский проповедовал у первенков, зверян, а у них материю всякую жертвовали для идовов. У них свои там боги. А он это все снимал и отдавал на посрамление на портянке. Для посрамления написано специально, ни платья, ничего шить, ну, такое место уничижительное вроде бы. Бытие 50 глава 19 стих. Когда братья пришли к Иосифу, он им открылся, они перепугались до смерти, он же у египтяне думали, а у египтяне просто сразу же отрубали голову и все. Хлюбодар виноват, тут же отрубили голову, повесили птицы клюют. И они шли и боялись. И на отца говорит, а отец говорил, чтобы ты нас не бил, не трогал. И сказал им Иосиф, не бойтесь. Ибо я боюсь Бога. Если человек боится Бога, ты можешь его не бояться. Если человек Бога не боится, вот тогда бойся выходить и идти куда-либо с ним. Я боюсь Бога, со мной можешь не бояться. Отдавать детей, мальчиков, девочек, могу ходить, ночевать. Если человек Бога боится, я с ним в одной комнате могу находиться. Не боится Бога это звери. И хуже кого? Хуже, говорит, демонов. Исход 14-13. И сказал Моисей, не бойтесь, стойте и увидите спасение. Число 14-9. Не бойтесь на воду земли сей, только не восставайте против Господа. Вот самое главное. Чтобы мы были непобедимыми, с нами должен быть Господь. А это тогда, когда мы Его заповеди чтим, и этим самым приближаем Господа к себе. Второзаконие 11-17. Не бойся лица человеческого на суде. Судей безобразно судят. Столько жалоб. Сейчас новые какие-то прокурорские надзоры и ничего не могут сделать. Не бойся. И Бог как-то сделает так. Когда стали говорить о беззаконии в суде, я подсвердил. А правой судья мне говорит, на ваше дело разрешили, правильно? Я говорю, правильно. вот видите, все-таки хоть одно дело, но разрешили правильно. 11-17 ввел суд и выиграл. Да не просто выиграл-то, а с блецом. Вот эти два дома дали. Не бойся. Нееме 4-14. Бойся только Господа Бога. Исайя 8-19. Так Господь говорит, никого не бойся. И этот народ называет что-то заговором, а ты не называй это заговором. И не бойся, чего этот народ боится. Люди боятся, сегодня Китай рядом. Уже больше 10 миллионов китайцев на территории, они палками бамбуковыми нас забьют. Не бойся. Мусульмане сейчас пойдут, говорят, по 300 километров в день будут идти. Вообще нечем обороняться. Не бойся. А ты как думаешь? Понятия не имею. Я помолился, я ложусь спать. Написано, ты огражден и можешь спать спокойно. У меня верующие увидели из другого города, давай переписывай, у тебя же Библия есть. А я такого не читал. Открывай, действительно, у меня над койкой висит плакат. Ты огражден и можешь спать спокойно. Иеремия 42, 11. Не бойся старям Абилонского, ибо я с вами. Вот и все. Иеремия 51, 46. Не бойся слуха, что будет такое насилие. и вы слышите о войнах, а Господь предупредил, не бойтесь. Я с вами. И мы не знаем, что надо. Думаешь, надо, не получилось, оказывается, не надо было. Агей, пророк, 2 глава 5 стих, Дух мой среди вас, говорю вам, не бойтесь. Незримо Дух Божий присутствует. И мы молимся, приди и селись в нас. И очистим нас от всякой скверы. И в чистое жилище войдет Господь. Он говорит, я приду и отец и обитель у него сотворим. Захария 8, 13. Вы будете благословенными у меня. Не бойтесь. Сколько же Бог дает нам сегодня. Не бойтесь. Даже ученик ничего не понимает. Учится плохо. Помолить Господу Богу, как Сергий Разнич, как Иоанн Кронштадтский. Это были двоечники. А стали первыми учениками в школе. Бог как-то так делает. Матфея 10, 26. Не бойся ничего, ибо я сокрою тебя. Матфея 10, 28. Не бойтесь убивающих тела. Больше всего это боимся делать, чтобы с нами не было, не попали где-то, не ограбили. Не бойся этого, даже если тело и погибнет. Матфея 28, 5. А ангел сказал, не бойся, его нет здесь. А если его нет здесь, значит, и не зачем сюда идти, и ехать на Русалим. По этим паломническим путям. 1 Петра 3, 14. Вы видите, как люди мира этого боятся. Страхи живут. Говорят, какая-то электроэнергия, специальные генераторы, которые в мозге человек упортят, кто-то незримый проникает в комнаты, а написано, не бойтесь, и страха их не бойтесь. Весь мир переполнен страхом. С нами Господь Бог, а Он сильнее тех, кто в мире. Мне сегодня только звонили из другой республики. А вот такое дело, и вот как теперь быть? Я говорю, вы верите в Писание, там написано, кто в нас, больше того, кто в них. Все колдуны мира вместе ничего не смогут делать вот с этой девочкой. Она ограждена великим знамением, данным нам победа на врага. И скажи, отрекай сатаны и всех дел его, и всех ангелов его. Спаси и по миру на всех, Господь. Аминь. Аминь.